Топит зловонные жижи из унитаза. С такой проблемой столкнулись жители квартиры в доме возле Зальцовского бора. Первый потоп произошел летом прошлого года. С тех пор ситуация повторяется четвертый раз. Что происходит с жилищем новосибирцев и озвучила ли управляющая компания свою версию событий, узнал Александр Сульдин. Сразу после Дня всех влюбленных Виктория приехала в свою квартиру. Услышала шум в трубах. Тут же канализация буквально взбунтовалась. Зловонная жижа полилась в комнаты. Импровизированная плотина из ковролина не спасла. И этот потоп далеко не первый. Что здесь происходит? Что это такое? Я весь полздулся. Вы это видите вообще? Четыре зловонных потопа, начиная с лета. После первого вызов клининговой компании. Потом организация, обслуживающая дом, нанимала подрядчиков, чтобы навести порядок. Виктория покупала эту квартиру 12 лет назад. Тогда не могли нарадоваться. Первое собственное жилье возле Зальцовского бора. Сегодня здесь жить нельзя. Помещение ни сдать, ни продать. Пришлось использовать как склад. После четвертого уже потопа пришлось принять радикальное решение. Теперь в этой благоустроенной квартире нет санузла. Унитаз лежит на полу, а его труба закрыта вот такой вот пластиковой заглушкой и щедро смазана герметиком. Такая же ситуация и с подачей воды к раковине. Собственники квартиры уверены, все из-за владельцев помещения под их полом. На первом этаже располагается огромный зал. Понятно, мы начали разбираться, в чем причина следствия. И выяснилось, что наконец-таки то пустующее пространство на первом этаже, кто-то решил его освоить и сделать там спортзал. Не знаю, выкупили его или там владелец решил наконец-таки бизнес этот сделать. И во время ремонтных работ допустили ошибку, оплошность. Они там что-то переделывали с сантехникой. В общем, управляющая компания мне заявила и написала, собственно, в документах, что виноваты они. Сегодня Виктория предупредила соседей сверху. Срочно ставьте в унитаз обратный клапан, иначе у вас случится точно такой же потоп. В управляющей компании пояснили, виноват действительно предыдущий владелец помещения на первом этаже. Переделал канализацию, допустил ошибку. Стоки теперь не уходят, как должны. Сейчас здесь новый хозяин и завтра с ним назначена встреча. Специалисты организации обслуживающий дом обещают починить канализацию. Александр Сульдин, Евгений Агеев, Новости ОТС.